Дилфи, Литва, Европа, Запад и Литва, это единственная надежда Украины. Сержук Гавриленко. Дилфи.льт. Литва. 7 мая 2019 года. Дипломат выступил с докладом на академическом семинаре 3 мая, день исторического единства. Вызовы прошлого и будущего, который прошел в Сейме Литвы в день годовщины принятия Конституции Речи Посполитой. 3 мая 1791 год политики, дипломаты, эксперты из Литвы, Польши и Украины, а также представители национальных общин Литвы уделили особое внимание проистекающие из опыта исторического единства миссии Литвы опекать находящиеся по соседству Белоруссию и Украину. Одним из вызовов будущего исторического единства мы рассматриваем свою обязанность помочь Украине, где происходит борьба с Восточной Ордой за европейские ценности, заявил модератор семинара, руководитель рабочей группы 3 мая Сейма Литвы Андрюс Кубелюс. По мнению дипломата Петра Савайте Кунаса, приостановление агрессии Российской Федерации в отношении Украины является достижением Петра Порошенко наряду с подписанием ассоциации с Европейским Союзом, установлением безвизового режима, стабилизацией политической жизни и финансово-экономического положения в стране. Петр Порошенко спас государство, но проиграл выборы. Он восстановил, укрепил хребет Украины после правления Януковича в условиях российской агрессии, реально много сделал в области реформ, восстановил армию. За все, что он совершил, за это и пострадал, заявил Петра Савайте Кунас. Основный месседж выборов. Люди сообщили, что не хотят мира. Мы не хотим жить в постоянной угрозе, мы не хотим постоянно ждать распространения войны, мы не хотим ждать бомбардировок и так далее. Это все справедливо, но ключи от мира в Украине находятся в Кремле. От Украины ничего почти не зависит. Второй месседж. Мы хотим больших и быстрых перемен, сказал бывший посол Литвы в Украине. Он напомнил, что Владимир Зеленский является бывшим КВНщиком, быстро и остро реагирующим на заявления Путина. Петра Савайте Кунас полагает, что победа Зеленского на выборах однозначно не является капитуляцией Украины. Зеленский, по-моему, не является ставленником Кремля. Конечно, он неопытен, у него есть проблемы с командой, будут проблемы с реформами, будут вызовы Путина, связанные с агрессией. Зеленского ждет кропотливая работа, а не разрушение той системы, которая сейчас функционирует в Украине, в условиях внешней агрессии, которая является весьма реальной. Словом, необходима кропотливость, точность и осторожность. Однако стремление людей к изменениям является неоспоримым, подчеркнул Войте Кунас. По мнению дипломата, и Порошенко, и Зеленский являются проявлением украинского национального движения, который можно сравнивать с литовским Суидисом. Однако у последнего есть очень много отличий от того, что происходит в Украине. Благо в Литве не было внешней вооруженной агрессии, зато было единогласие относительно долгосрочного государственного видения, возвращения в Европу, присоединения к Евросоюзу и НАТО. Основными вызовами украинскому обществу Войти Кунас считают действия Владимира Путина, новые формы агрессии, подогреваемые Кремлем сопротивление внутри Украины, а также выборы в Верховную Раду, премьером которой Кремль мечтает утвердить своего человека. Нельзя отметать и сценарий бунта добровольцев, полагает дипломат. Красными линиями, которые установили украинские радикально настроенные националисты, являются автономия Донбасса на условиях России, замолчивание крымской проблемы, амнистия для боевиков Донбасса, возможная лишь после их капитуляции, именование военных действий на Донбассе гражданской войной, а не агрессии со стороны Российской Федерации. В числе вызовов Украине Петра Сватик у нас назвала реванш окружения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. По мнению дипломата, Путин уже пытается провоцировать и манипулировать новой реальностью Украины после выборов, однако даже из материалов российского телевидения видно, что Зеленский и современная Украина являются для Путина уже полностью иной игровой площадкой. Решение Путина раздавать паспорта Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Петра Сватик у нас считает испытанием реакции Украины, провокацией и своеобразной лакмусовой бумажкой. Не следует забывать, что Путин – оппортунистый человек с менталитетом КГБ. Если за российскими паспортами выстроятся очереди, и их возьмут десятки тысяч, это будет один сценарий, возможно, независимости, возможно, по примеру аннексии Крыма. Если этих очередей не будет, он может вернуть Донбасс Украине. Путин может решить проблему Донбасса в одном случае, если ему это будет выгодно, заявил Петра Сватик у нас. Литовский дипломат выразил мнение, что наиболее вероятным и действенным сценарием решения проблемы Донбасса является достижение неприемлемого уровня ущерба вследствие действия международных санкций, которые надо сохранить и увеличивать. Но Путин действительно мог бы испугаться, если бы он почувствовал, что теряет контроль над ядерными силами, сказал Петра Сватик у нас. По мнению Петра Сватик у нас, единственной надеждой Украины являются Европа, Запад и Литва. Дипломат полагает, что Украине надо помочь сопротивляться манипуляциям Путина, а для этого нужно, чтобы европейцы ездили в Украину. Необходимы и более тесные контакты на правительственном уровне. Зеленского надо приглашать. Политики, вам говорю. Г7 плюс З, Г20 плюс З, Совет руководителей Европы плюс З, Нордич-Балтич 8 плюс З и так далее. Это церемониальная символическая поддержка Зеленского со стороны Запада, символическая поддержка Украине. Есть как есть, и мы должны принять эту реальность, сказал Ветик у нас. В заключении своего доклада экс-глава МИД Литвы напомнил об инициативе Литвы выдавать карточки Европейского союза жителям Калининградской области РФ для безвизового перемещения последних по странам Европы, а также предложил готовиться к постпутинской эпохе, перефразировав слова Ежи Гидройца, Россия никогда не будет свободной, если рядом не будет свободной и процветающей Украины. Но есть и другой аспект формулировки, который мы не должны забывать. Постпутинская Россия должна быть свободной для того, чтобы была свободна Украина. Иначе говоря, Украина никогда не будет свободной, если рядом не будет свободной постпутинской России, подытожил Петра Свайтик у нас. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.